Хорошо, я вам расскажу, что сейчас будет происходить для вновь прибывших, кто здесь... О, спасибо большое, видно, слышно хорошо. Кто здесь у нас новенький, рассказываю. Меня зовут Яэль, и у нас будет маленький урок по книге, которая называется «Эмуна с любовью и куриный бульон». Это книга про рабонита Хэни Махлес, которая жива в Иерусалиме делала очень много хэсэда, была большой цедикой, праведной женщиной. И почему мы изучаем эту книгу? Потому что мы просто берём с неё примеры и понимаем вообще, какой должен быть ориентир для нас, как нам проживать свою жизнь, где те моменты, в которых мы должны на неё равняться, как это вообще всё сделать, куда нам стремиться, куда нам идти. Вот, и эта книга очень показательна, она очень вдохновляющая, и очень она мне нравится, и я решила с вами ей поделиться. Окей, начнём. Без рата Шэм, друзья. Также изучение и наши заслуги от изучения этой книги идут на возвышение души. Рабонита Махлес. Лилю не шама без рата Шэм. И, пожалуйста, напишите, кто-то, может быть, ещё есть какие-то имена, за которых нужно помолиться. Рифуа Шлема, пожалуйста, пишите в комментариях к видео. И чтобы кавана, чтобы намерение у вас было тоже, что мы учимся для того, чтобы заслуги пошли для Рифуа Шлема, Зевук, Барнаса, всё, что угодно, возвышение души. Кому что нужно, пожалуйста. И ещё хочу сказать Рифуа Шлема, Шира, Бат Евгения. Скоро времени без рата Шэм. Это вот моя сестра, и она где-то здесь тоже слушает урок. Хорошо, поехали. Значит, будет происходить следующим образом. Книга передо мной. Что-то читаю по-английски, заодно вы сможете свой язык немножко подтянуть. Что-то перевожу сразу. Вот. Книга с разными кусочками. Кусочки рассказа очевидцев, кусочки Торы, её учения. Она также преподавала Тору. В общем, хорошо. Поехали. Значит, на прошлом уроке мы с вами рассматривали, что Робертсон Хенни Махлис, она всегда перед едой и во время того, как приготовить еду, то есть она всегда молилась. Читала Таилимы и делала этот процесс очень особенным, святым. Поэтому еда получалась очень вкусной. И несмотря на то, что она готовила на огромнейшее количество людей, кто меня ещё не слушал, так и у неё, рассказываю, были три трапезы в шаббат. И каждая трапеза была по 100-150-200 человек на трапезе. Непонятно, как все умещались в одном доме. Дом был совершенно обыденных, маленьких размеров, не что-то там, какой-то замок огромнейший. И что? И она делала, у неё изумительно получалась митцва Ахнаса Тархим. То есть принятие гостей, к ней постоянно толпы туристов ходили. Не только были местные жители. Приезжала, она была как местная достопримечательность. То есть к ней все съезжались, смотрели, а как такое возможно, что правда такое происходит в каждой еврейской семье. Вот. Поэтому, да, было очень интересно. Сейчас, конечно, принимают её... К сожалению, с нами уже нет, поэтому принимают её муж и дети. Но они также делают большие трапезы, делают очень много хэсэда. Хорошо, поехали. Значит, у нас дальше идёт история о Рене Шифмиллер Корринс. Она рассказывает историю о том, что она приехала в Израиль из Америки в 1994 году. Да, и она училась в семинаре здесь, в Михалле. И каким-то образом она во время обучения в своём семинаре она попала со своей подругой к Рэббитсен Хэнни Махлис. И её первое, конечно, впечатление было удивительно, потому что она зашла, и сразу её приняли, как будто ли она часть семьи. То есть она первый раз зашла, и Рэббитсен Хэнни Махлис улыбнулась, и она подумала, вау, мне кажется, что я какая-то особенная, потому что она меня так встречает. На самом деле потом оказалось, что каждый человек, который заходил к ней домой, был для неё особенным. И она рассказывает, что первую пятницу на кухне было вообще очень много впечатлений, в том числе то, что они готовили для ста человек. И она, интересно, что заметила, каждый раз, когда они готовили, добавляли что-то в еду, там, приготовили новое блюдо, они говорили ликвод, шабат, кодыш. То есть это тоже интересная история, когда мы что-то делаем для шабата, когда мы что-то покупаем для шабата, или мы готовим что-то для шабата, или мы кушаем уже в шабат, то мы говорим ликвод, шабат, кодыш, в честь святого шабата. Мы это делаем для того, чтобы, как бы, да, в честь святого шабата. In the honour of the holy shabbat, как сказать на английском. Окей, поехали дальше. Потому что Рэббетин Макли сказала, что когда-то ей сказал какой-то хасидский Рэббэ, который научил её говорить вот так вот легко от шаббат-коды, что каждый раз, когда мы так говорим, еда становится очень особенной. Поэтому хозяйкам на заметку, пожалуйста, когда вы готовите, произносите эту магическую фразу, и еда будет очень особенной и очень вкусной после этого. Хорошо. Значит, она рассказывает о том, что она туда пришла. И вот постоянно произносили эту фразу. Они готовили, что-то происходило. В общем, было всё очень интересно. И однажды они приготовили что-то, какое-то блюдо, чёлт. Да, они приготовили чёлт на огромнейшее количество гостей. И потом эта девочка рассказывает о том, что этот чёлт она взяла и опрокинула. То есть весь чёлт, он ушёл никуда, и Рэббетин Хэни Махлис was totally relaxed, как здесь написано, and accepting. Она абсолютно была... Как бы она увидела, что бы мы сделали на её месте, когда бы у нас было 100 человек гостей. Мы приготовили этот чёлт на 100 человек гостей. Всё развалилось. Что бы мы сделали? Я бы, допустим, вырвала бы на себе волосы, наверное. Я не знаю, что бы с ней произошло. Это прямо было перед шаббатом. Она сказала Рэббетин Хэни Махлис. Мы все должны брать с неё пример. Она сказала, ицмина шамаем, да, всё с небес, всё от Всевышнего, поэтому ничего страшного произошло, не произошло. То есть каждый момент, который был у Рэббетин Махлис, всё происходило по воле Всевышнего. Эйн од мильвадо. Не было никого, кроме Всевышнего для неё. И каждая вообще ситуация, которая происходила в её жизни, это происходило только потому, что Всевышний хотел, чтобы так произошло. Поэтому у неё было абсолютно спокойное состояние минуха, да, то есть спокойный такой шалом, что всё идёт по плану. Иногда, конечно, не по-нашему, но идёт по плану Всевышнему, а значит, это самый лучший план. Значит, дальше рассказывает она же, да. In my mind, I always see her as the queen of Shabbos, loving Shabbos and living for Shabbos, да, то есть в её представлении этой девочки, которая приехала из Америки учиться в Израиле, она всегда видела Рэббетин Махлис как королеву Шабата, которая всегда любила Шабат и жила ради Шабата, да, то есть это тоже интересная история, что мы, по идее, вся наша неделя не состоит для того, чтобы мы жили, чтобы мы пошли на работу, и вот мы на работе, и потом мы в университете, и вот мы идём тусоваться, и вот... Нет, наша неделя, она... Мы так и считаем, да, на иврите. Решон, шини, шлиши, реви, хамиши и шиши, да, то есть у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, и потом Шабат, да, то есть мы все считаем до Шабата, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, в дни, да, то есть у нас так построена неделя, что всю неделю мы живём ради Шабата, от Шабата до Шабата. And it gives me an image of what to strive for, да, то есть она рассказывает, это мне дало вообще понимание, куда я должна стремиться. Я слышала от Рава, от Рава Бейниш Гинсбург, что истории Цедиким, они дают нам как бы компас направления, куда нам двигаться в жизни, да, и она рассказывает, что она была зойхет, то есть у неё была такая как бы привилегия to have more than stories of цедиким, да, то есть у неё была привилегия не просто слышать истории цедиков, а видеть живой пример перед собой, да. Только с помощью имуны Хенни Махлес, да, она преодолевала всё, что происходило на кухне. Значит, здесь также интересная история рассказывается о том, что у них была как бы овен, это, как сказать, духовка, да, в которой они готовили, она постоянно у неё ломалась, постоянно что-то происходило, но Хенни всё время сохраняла спокойствие по этому поводу, и точно так же, как по поводу Чонца. И окей, поехали дальше. И дальше нам автор приводит историю о маленьких, о маленьких miracles, нес, чудесах, чудеса, которые происходили, да, мы знаем, что вначале я рассказывала, что с Хенни Махлес всегда происходили какие-то чудеса, но она совершенно не реагировала на это, о, Боже мой, это чудо, да, то есть для неё это было абсолютно нормальная реалия, в которой она жила всю свою жизнь, и когда что-то происходило, она говорила, окей, бору хашем, бору хашем, слава Богу, что это произошло. И здесь рассказывается о истории. Однажды Раф Махлес, Раф Махлес это её муж, он молился о Шахарето Миньян возле Котеля, и он, значит, была алия, есть так, алия, что такое алия? Алия это восхождение к Торе, да, то есть когда в Шаббат там есть Сейм и Махтир, да, то есть семь раз кто-то восходит в Торе и читает кусочек из недельной главы. Так Раф Махлес дал вот это вот сделать человеку, который только что приблизился к Торе. И в его семье... То есть его семья приехала из Америки на свадьбу, и они, конечно же, были как любая семья, которая не была воспитана в еврейской традиции, конечно же, всем очень... Ну, может быть, не любая, но все очень с опаской смотрят на то, что люди становятся религиозными, и что они приближаются к традиции, возвращаются обратно к Торе, да, то есть для светского человека это немножко странно. И они присутствовали также на Котеле. Утром в Шаббат Раф Махлис пригласил их домой на ланч, на шевоброход, и они туда пришли, он обещал им это чоу, значит, было очень холодно, и Махлисы знали, что если придут родители в Балчу, так их нужно впечатлить, обязательно им нужно как-то продемонстрировать, что религиозный дом, он весь такой... очень-очень интересный, именно поэтому, да, то есть показать очень-очень хорошей стороны, что там происходит. И когда пришел момент для чон-то, когда пришел момент для чон-то, он сгорел, окей, и чон-то не получилось. И затем Хэнни сказала, окей, биседер, значит, мы будем без чон-то, зато у нас будет замечательный десерт. И потом, когда пришло время до десерта, кто-то взял десерт, и десерт развалился, он упал весь на кухонный китчен флой, на пол, на кухне на пол, и Хэнни сказала, таким же спокойным, вместе с имуной, с бетахоном, окей, очевидно, Всевышний не хочет, чтобы у нас сегодня был десерт, и он не хочет, чтобы у нас сегодня был чон-то. Она была абсолютно спокойна внутренняя, и казалось бы, что вау, так и, наверное, мы не показали себя с лучшей стороны родителям этого мальчика, но на самом деле родители этого мальчика сказали, что мы были против того, чтобы у нас сын поехал учиться в Ешиву, но если он будет таким же, как ваша семья, спокойными, generous, warm, and poised under all circumstances, спокойно воспринимает различные обстоятельства, не злиться, не винить кого-то, что что-то идёт не так, так я хочу, чтобы он учился в Ешиве. То есть иногда нам проще, даже, наверное, не проще, иногда просто мы привыкли к тому, что если что-то происходит в нашей жизни, так это происходит, потому что все кругом делают не так. Но на самом деле мы-то знаем, что это Всевышний, нам показывают какие-то реальности, какую-то историю, с которой мы должны не ругаться, не становиться злыми, не нервничать, а решать это с позиции уверенности, с эмуной, с пониманием, что всё от Всевышнего и всё, что бы с нами не происходило, это всё по Его воле. Хорошо. Проехали дальше. Ализа Фридманн's story. When I was single and cooking in the Mahlis kitchen, когда она была, когда она также пришла на кухню карбонит-махлес, её точно так же поразила эта эмуна, то есть она потом приехала в Израиль, и 15 лет назад, они не продавали ячмень, в общем, там была история с ячменём, когда ты его добавляешь в еду, и какой-то ячмень не продавали, так и нужен был какой-то особенный ячмень, который привозили из Америки. И однажды в пятницу, когда они готовились, когда они хотели это приготовить, не было совершенно того ингредиента, который должен был быть именно конкретно для этого блюда. И они дальше продолжали готовить, и совершенно непонятно было, как они закончат готовку, но Хенни оставалась абсолютно спокойной. Каждый раз, когда я её спрашивала, какой у нас будет план, она отвечала, Всевышний нам поможет. И внезапно пришла какая-то девочка, которая волонтёрила, помогала Махлесам, и она только что приехала из Америки и принесла ей огромнейший пакет именно вот этого ячменья, которой не хватало. И Хенни didn't even look surprised. Как я вам сказала, Хенни абсолютно была не удивлена. We need this, and Hashem will help. Нам это нужно было, и Всевышний нам помог. What's your attitude? То есть это было её отношение к тому, что Всевышний нам всегда помогает, когда нам что-то реально нужно. Такие же маленькие чудеса в доме Махлесов, они происходили постоянно. Однажды приехал её сан-ин-лоу, я даже не знаю, как это сказать, муж её дочки. И он рассказывает историю, сейчас я вкратце вам перескажу, по поводу куриц. По поводу куриц. Им нужно... Да, на минуточку, она готовила около 40 куриц на каждый шаббат. И так произошло, что не было куриц. То ли в Израиле был какой-то дефицит, то ли ещё что-то. И он постоянно спрашивал, аж какой у нас... Вообще, что мы будем делать, какой у нас план, как мы собираемся это всё готовить. И Хэнни отвечала, что всё будет нормально, мы всё сделаем, всё приготовим. И потом в какой-то момент он уже там, конечно, сходил с ума, потому что ничего было непонятно, и уже близился шаббат. Это был поздний день в пятницу, и кто-то внезапно постучал в дверь и принёс этих куриц. И Хэнни отреагировал точно так же, абсолютно спокойно. Окей, let's put them on baking pants and get them into the oven. Да, то есть давайте, пожалуйста, их уже приготовим. Абсолютно спокойно. Да, почему... У Авраама был единственный вопрос, почему вообще произошло это всё, как кто-то постучал, просто откуда ни возьмись постучался человек с этими курицами. Почему Хэнни отреагировала спокойно? Почему она сказала, конечно, конечно же, нам это принесли, конечно же, это всё произошло, да. И здесь он рассказывает, что он сделал такой вывод, что точно так же, как Агарь, которая, как мы помним, в истории с Авраамом, да, и Сарой, они отослали её в пустыню вместе с Ишмаэлем. Агарь это была вторая жена Авраама. И когда ангел перед ней возник в пустыне, она не удивилась, почему Раши говорит, что она была настолько привыкшая, потому что она видела постоянно этих ангелов, да, в доме с Авраамом и Сарой, она постоянно видела ангелов, поэтому для неё это было не удивление. То же самое, то же самое Раббанит Хэнни Махлис, да, она настолько привыкла к чудесам, которые с ней происходили, то есть для неё это была абсолютно нормальная реальность, да, у неё постоянно была вера, что, конечно, Всевышний позаботится обо всём. Окей, хорошо, поехали дальше. И дальше рассказывается история о том, что однажды в Шаббат пришёл один мужчина, который разливал арок. Арок — это спиртной напиток в Израиле, друзья. Если вы когда-нибудь приедете в Израиль, то, пожалуйста, попробуйте арок. Не злоупотребляйте, но это действительно то, что нужно попробовать в Израиле, вам на заметку. Значит, пришёл этот мужчина с бутылкой арока в дом Махлисов, и люди начали говорить, пожалуйста, не запускайте его сюда, потому что он как бы выпивает, и вообще он пьяный, не нужно его сюда пускать. Но Ребенсон Хэнни Махлис решила по-другому. И она сказала, запустите, пожалуйста, этого человека, и сказала своим детям, что его нишама, его душа хочет выпить, и он хочет поделиться с гостями, он хочет, чтобы с ним сделали лихаем. Этот мужчина зашёл, всем разлил арока, и затем он ушёл. И на Шиве, Шива — это когда человек уходит из этого мира, сидят с Шивом, то есть скорбят по нему. И когда скорбили по Хэнни, пришёл этот мужчина, который был непробудным алкоголиком, и он сказал семье, что когда до того, как Хэнни пустила его к себе в дом, он выпивал в день по две бутылки арока. Это серьёзная заявка, он это делал, но с того шаббата он ни разу не выпил ничего. Окей? То есть Хэнни проявила к нему своё милосердие, она его пустила в дом, дала ему то, что нужно, и произошло чудо, он как бы перестал пить, и его жена сказала, что ты должен... Хэнни Махлес, нашу как бы... Его жена вернулась к нему, да, и сказала, ты должен ей нашу семью, да, то, что у нас семья возобновилась, и свою жизнь, да, то, что она тебе абсолютно спасла твою жизнь. Окей. Что у нас со временем, друзья? Да, у нас ещё есть время на ещё пару историй. Однажды в четверг вечером, когда Хэнни проходила... Секунду. Да. Когда Хэнни проходила после операции, да, Михаил Тренк рассказывает, что он пришёл готовить на Шаббат, и он понял, что не хватает масла. It was well past midnight, and I knew that the Makhlis were the only neighbors that would possibly still be awake, да, то есть он дом у себя готовил, понял, что у них хватает масла, он понял, что Махлесы, возможно, они единственная семья, которая ещё не спит. То есть она сидела одна и чистила картошку. И он её спросил, как ты собираешься вообще вот это всё сама сделать? И Сара сказала, что я совершенно не волнуюсь. А Шэм Всевышний всегда помогает нам и всегда даёт нам помощь. И всё будет сделано, ответила она. Он посмотрел на это всё, это было часы работы, реально. И он понял, что это вообще невозможно сделать одной девочке, которая была тинейджером. Внезапно Бахур, Бахур, Ешио Бахур, это тот, кто учится в Ешиве, он заглянул в дом и сказал, извините, пожалуйста, вам не нужна подготовка к шабату, я могу вам помочь. И этот сед рассказал, что я не мог в это проверить. Только секунду она произвела слова, что Всевышний нам поможет, и тут появляется вот этот вот мальчик, Бахур, который предлагает свою помощь поздно ночью. И я понял, что, I guess she was right, я понял, что она была права. А Шэм реально посылает помощь. И это вообще даже если вы проведете это полностью там всю ночь, делаете эту картошку, очищаете и так далее, нет никакой возможности, что это будет закончено. Только я это сказал, и сразу открылась дверь, и еще один Бахур постучался и сказал, извините, пожалуйста, вам не нужна помощь, потому что я привел еще 20 Бахурим, еще 20 студентов Ешивы, чтобы вам помочь. Да, и они все начали помогать в подготовке к шабату, и Михаль Тренк рассказывает, что он абсолютно был в шоке, что происходит. И дочка то же самое, то же самое, как и Хэнни Махлис, отреагировала очень спокойно, она к ней увернулась и сказала, что смотри, я же сказала, что Всевышний всегда помогает, значит, он нам сейчас тоже поможет. Я вот думаю, что бы вам рассказать. Окей, давайте мы с вами еще кусочек сделаем, и потом там будет Тора, отрабонит, Хэнни Махлис, и мы на этом закончим. Рассказывается, что Хэнни никогда она не готовила на толпу людей, она готовила на 100 individuals, это на 100 человек, но к каждому она относилась как индивидуально, к каждому человеку. Она делала и для вегетарианцев, и для веганов, и для мясоедов, то есть она конкретно к каждому подходила и делала какое-то особенное блюдо для определенной группы людей. Она готовила, здесь перечисляют, что она готовила, да, она готовила и, как это сказать, здоровую, да, то есть там халу из белого хлеба, из черного хлеба, в общем, по-разному. One woman who was a frequent guest was allergic to garlic, although garlic was ubiquitous in Henness' cooking, when she knew that this guest was coming, she made every dish without garlic, да, то есть когда она знала, что кто-то приходит, тоже хозяйкам на заметку, да, когда она приходит, кто-то приходит и кто-то аллергичен там на что-то, в данном случае на чеснок, да, она не готовила чеснок, то есть для нее это было нормально класть его в каждое блюдо, когда она понимала, что хотя бы один человек с аллергией, она не готовила с этим, и однажды в шаббат эта женщина, которая была с аллергией, она внезапно появилась, и То есть Хэнни была очень расстроена, потому что она не знала, что она будет кушать, эта женщина, да, если она настолько переживала, потому что все было именно с этим ингредиентом, она не знала, что сделать так, чтобы этой женщине дать что-то поесть, и люди появлялись на шаббат с определенными потребностями, да, и они говорили, миссис Махлис, вы знаете, мне нравится такое-то блюдо, да, я люблю есть это вот без этого, вы можете себе представить, что вы заходите кому-то в дом на шаббат, и там около ста человек, и один человек говорит, а вот я хотела бы съесть вот этот вот салат, мне, пожалуйста, без майонеза, потому что я майонез не ем, это не полезно, сидят сто человек, то есть она вставала, шла на кухню, делала определенный салат, который хотел этот человек, и возвращалась обратно, и это происходило не один раз, это могло произойти 2-3 раза, и это были различные люди со своими различными запросами, то есть она к каждому относилась индивидуально, она не рассматривала свой шаббатный стол с точки зрения толпа людей сидит, она рассматривала, что сидят 100 душ, то есть 100 индивидуальных, особенных миров, которым нужен индивидуальный каждому подход, и это не только было по еде, дальше мы будем узнавать о том, что Робетин Махлис, она также уделяла свое время и очень много разговаривала с людьми, то есть она индивидуально с каждым разговаривала, общалась и помогала, и слушала, и это тоже была очень огромная работа, то, что она учит нас, каждый раз, когда мы кому-то помогаем, в определенном, то есть определено как-то мы кому-то помогаем, мы должны понимать, что это привилегия, согласно книге Хафед Хаим, Ахават Хаисед, мы должны перестать думать, там мы постоянно думаем, но когда к нам кто-то стучится в дверь, чтобы попросить что-то, мы должны перестать думать, когда к нам стучится какой-то человек, чтобы что-то у нас попросить, у нас мысли, о боже мой, сейчас он меня попросит это, сейчас он это сломает, или у меня этого нету, или у меня это в дефиците, что он сюда стучится, или она забудет мне это обратно дать, мы наоборот хотим, наоборот у нас должна быть кавана, идея о том, что когда к нам кто-то стучится в дверь, у нас дома большой-большой магазин, и те люди, которые хотят у нас что-то взять, они хотят сделать большую закупку и дать нам много прибыли, и магазин уже вот закрывается, но эти люди могут нам помочь, сделать большую прибыль, потому что реально каждая митцва, которую мы делаем, это большая прибыль для нас, мы получаем очень большое вознаграждение в Алла-Маба, каждая митцва, каждый хороший поступок, каждая, я не знаю, улыбка, каждое доброе дело, каждое доброе слово, которое мы делаем, это не головная боль, и это не что-то сложное, что мы пытаемся сделать, и нам иногда это очень тяжело, мы должны всегда понимать, что это большая награда в Алла-Маба, в следующем мире, и что для нас это, наоборот, возможность принести свет в этот мир и сделать так, чтобы сделать Киду Шашем, сделать так, чтобы имя Всевышнего в этом мире раскрылось, а это, между прочим, очень большая заслуга, если нам предоставляется такая возможность, все, друзья, спасибо большое, мы с вами на сегодня закончили, я надеюсь, вы вдохновились моими рассказами, всем шаббат шалом, всем хорошего шаббата, помните, про Хэни Махли, с Без Рата Шем, когда вы будете принимать гостей на шаббат, вот, и до следующей недели увидимся, присоединяйтесь к урокам, а если есть женщины, которые хотят присоединиться к урокам по женским митцвот, и по, мы занимаемся по книге, как быть еврейской женщиной, пожалуйста, пишите мне личные сообщения, я вас добавлю, у нас раз в неделю тоже есть чудесный урок, все, всем пока-пока, до встречи, спасибо, что вы здесь были, пока!